Итак, на связи с нами Елена Владимировна Буни, академический руководитель онлайн-магистратуры. Я передаю ей слово. Всем добрый день, вечер, так как не знаю о географии. Ну, в общем, всем здравствуйте. Давайте я вам немножечко расскажу. Представляться я уже тогда не буду, раз меня представили. Я вам расскажу про нашу магистратуру. В этом году у нас уже третий набор. Мы уже не считаемся новой программой, а вполне обкатанной и зарекомендовавшей себя на рынке. Чем мы интересны для поступающих? Вот такая я прекрасная. Кого мы готовим и кто к нам поступает? На сегодняшний день у нас уже сложилась достаточно понятная для нас аудитория и понятно, зачем к нам идут наши студенты. Мы готовим будущих управленцев, топ-менеджеров индустрии, которых учим совершенно конкретных вещам. Мы учим их разрабатывать стратегии и заниматься большими комплексными коммуникационными компаниями. И, скажем так, даем большую фундаментальную и теоретическую базу для того, чтобы вы могли все это делать самостоятельно и работать на любом направлении в коммуникации. Значит, вот по нашим двум наборам нам уже совершенно очевидно, что к нам идут люди с отраслей, люди идут с бэкграундом, опытом, и, судя по тому, как продвигается их обучение, в общем-то, никто пока не пожалел о том, что к нам поступили, потому что знания мы даем самые разные, скажем так, от ноля, для тех, кто не знает ничего про коммуникации, до, в общем-то, достаточно высоких технологических приемов. Вот, поэтому, как бы, если вы нацелены на то, чтобы прокачать собственные навыки и выйти на несколько другой уровень, то, собственно, вам к нам. Значит, о программе. 100% онлайн, язык русский, два года обучения. Ну, у нас стоит количество мест 80, на самом деле мы не ограничены, это такое требование вышки, определить минимальный набор. Ну, за этот минимальный набор мы давно уже переползли, вот, на сегодняшнем потоке учится порядка 100 человек, вот, поэтому, как бы, вполне мы справляемся со взятыми на себя обязательствами. Я думаю, в этом году у нас будет больше, потому что программа уже, в общем, зарекомендовала себя, вот, и мы уже достаточно уверенно в этом сегменте движемся. Значит, про преимущества. У нас таким образом построена презентация, поэтому я буду потихонечку рассказывать о том, как все это устроено. Значит, что нас сильно отличает от многих онлайн-программ? Мы полностью предзаписываем. То есть программа построена таким образом, чтобы вы от нас не зависели и мы от вас не зависели. Поэтому все наши лекции, они, собственно, сделаны практически в видеопособии, по которым вы учитесь, сдаете определенное количество тестов по пройденным материалам, сдаете контрольные и пишете работу. Значит, в любое удобное для вас время, из любой локации, соответственно, вы сможете изучать материал. Значит, все наши материалы записаны топовыми преподавателями Высшей школы экономики, школы коммуникаций, а также практиками индустрии. Значит, помимо этого у вас будет постоянный куратор-наставник именно из индустрии, именно практик, который будет заниматься с вами проектной деятельностью. Про проектную деятельность я вам расскажу отдельно. Она у нас заменяет то, что на программах оффлайновых называется практика. Но вы все будете делать в онлайне при постоянной поддержке. Ну и, конечно, интерфейс, который немаловажен на сегодняшний день. Мы не просто сидим на платформе Лошкинского ЛМС, мы еще доработали собственную программу для того, чтобы всем было несколько удобнее и легче заходить с любого гаджета и с него работать. Поэтому технологически мы вполне современно и отвечаем всем последним требованиям. Это наши преподаватели. Ну, собственно, основной курс по стратегическим коммуникациям у нас ведет глава школы коммуникации Зверев Сергей Александрович. У нас антикризис преподает один из лучших в нашей стране специалистов. Это Пескова Ольга Юрьевна. У нас великолепный бизнес-тренер по бренд-маркетингу. Андрей Лавров, можете погуглить. Это глава по коммуникациям всей Высшей школы экономики и многие-многие другие, кто, в общем, достаточно на слуху. И, по крайней мере, те, кто с Вышкой уже как-то знакомы, с Вышкой занимаются или из отрасли, этих людей знают. Вот. Значит, пойдем дальше. Вот наши наставники. Ну, собственно, тоже можете посмотреть. Даже Сергей Александрович взял всю эту группу и как бы ведет. Значит, что такое проектная деятельность и наставная? Значит, наши студенты практически с первых дней обучения, ну, не сразу, буквально, а со второго модуля, начинают заниматься практической проектной деятельностью. Значит, что это такое? Значит, в каждой группе, ну, допустим, если у нас 100 человек, а группы делятся по 10 человек, присваивается свой наставник. Этот наставник будет заниматься с Вами проектной деятельностью. Проектная деятельность у нас напрямую сопряжена с дисциплинами, которые Вы изучаете. Значит, итогом Вашей проектной деятельности, которая плавно перейдет в выпускную квалификационную работу, станет большая комплексная коммуникационная стратегия, которую Вы будете делать по частям на протяжении полутора лет. Значит, в первом, втором, третьем модуле Вы будете получать технические задания. Основываясь на тех знаниях, которых у Вас есть в дисциплинах, Вы эти технические задания будете выполнять и согласовываясь со своими наставниками, которые будут оценивать Вашу деятельность. По итогу каждого периода, ну, то бишь, первого года и второго, Вы будете защищать свои проекты перед комиссией, состояясь из наставников, где будете оттачивать, собственно, ту работу, которую Вы сделали. Для этого Вы выберите объект, который Вам будет интересен, скажем так, с точки зрения продвижения. Вот, я не знаю, там, Большой театр, Телеграф, Почта России, Холдинг какой-нибудь, зарубежный и прочее прочее. То есть объект Вы выбираете вместе со своим наставником. И на протяжении полутора лет, фактически, Вы будете работать в единственном лице за все коммуникационное агентство. Вы пройдете путь от аналитики до разработки большой стратегии. А мы, собственно, будем Вам в этом помогать. Таким образом у нас реализуется проектная деятельность. По итогу Ваши проекты перейдут плавно, перейдут в выпускную, квалификационную работу, которую Вы, собственно, по итогу нашей магистрской программы Вы и защитите. Вот, значит, еще добавлю про наставников. Значит, по нашей по нашей программе у Вас будет индивидуально один час с наставником в неделю для себя лично. Как Вы будете общаться в дальнейшем? Группами, либо персонально. Это Ваше личное дело. Это Вы решите уже, когда будете на потоке, либо персонально с наставником. Ну, в общем-то, если посмотреть на регалии наших наставников, то это достаточно дорогие консалтинговые специалисты, которые, по большому счету, так просто недоступны. Поэтому, если Вы к нам поступите, очень рекомендую пользоваться этим на всю катушку. Многие, кстати, пользуются этим действительно на всю катушку. Кто-то уже поменял работу, кто-то уже нашел себе большую клиентскую базу. Ну, в общем-то, у нас достаточно большое практическое общение, которое, в общем-то, сказывается на жизни наших студентов уже в процессе обучения. Например, у нас Белозерцева Ирина, у нее студентка из Шанхая. И ей уже в Шанхае нашли практику, на которой она оттачивает все свои навыки, которые получает на нашей программе. Ну, и многие-многие другие. Поэтому как бы у нас интересно, и у нас никто не брошен, и все под присмотром, несмотря на то, что мы 100% на онлайн. Ну, вот так выглядит наш интерфейс. Собственно, тыкая на кнопочки, вы будете проваливаться в дисциплину. Посмотрев одну лекцию, один семинар, у вас будет тест. Вы пройдете этот тест, получите за него оценку и пойдете дальше к следующей лекции. Значит, система оценок у нас накопительная, поэтому исполнение тестов после каждой лекции у нас обязательное. Могу вам сразу сказать, что обучение в нашем магистратуре нелегкая прогулка. Вот, это достаточно серьезная нагрузка. Вот, поэтому готовьтесь к тому, что минимум часа, то и полтора в день, если вы хотите правильно распределить свою нагрузку, вы должны этому посвящать. Ну, либо вы оставляете все себе на выходные, и, соответственно, к понедельнику вы сдаете тест. Потому что у нас есть дедлайны, это важно, чтобы вы могли планировать свою деятельность, но благодаря там нашим, нашей службе поддержки, нашему расписанию, вы будете все это видеть четко, понимать, какие у вас дедлайны. Поначалу в некотором даже бывает сложно, но потом все входят в режимы расписания и, в общем-то, уже хорошо и в хорошем темпе двигаются, и ни у кого проблем не возникает. Параллельно же с этим идет проектная деятельность. Значит, собственно, я уже рассказала про реальные проекты, про ВКР, про консультирование профи, поэтому преимущество два, мы пролистывали. Такие у нас дисциплины. Собственно, с этим можно ознакомиться на нашем лендинге. Все дисциплины описаны, кто их преподает, есть на сайте, вы можете посмотреть. Программа дисциплин полностью будет доступна для всех поступивших. У нас есть планы учебной дисциплины, у нас есть формулы, все это опубликовано, все это видно, то есть вы будете четко, прекрасно понимать, что вы изучаете, о чем и каким образом. Значит, вот, собственно, весь набор, который вы здесь видите, я не буду перечислять, потому что, ну, в общем, и так понятно, что изучив вот такой набор дисциплин, вы станете достаточно универсальным специалистом в области коммуникации. Вы будете знать, как работают стратегии и управление в коммуникациях, вы будете разбираться во внутренних коммуникациях, антикризисных коммуникациях, у вас будет бренд-маркетинг, у вас будут качественные методы сбора и анализа, у вас будут экосистемы цифровых коммуникаций, муниципальная среда развития территории и нормативно-правовое обеспечение, то есть все, что должен знать человек, который приступает работать в коммуникации, даже если он этому никогда не учился, вы получите на нашей программе. Помимо этого, у вас будут несколько дисциплин на выбор. Вы сможете либо научиться сбору и анализу количества данных, то бишь питону, с продвинутой частью по искусственному интеллекту, либо вы займетесь интернет-коммуникациями в госсекторе и так далее. Либо вы выберете себе дисциплины из того, что предлагает вышка, из общего университетского пола. Это на ваше усмотрение. Просто наши программы и наши дисциплины предзаписаны, а программы остальной вышки, они даются в дистанционном формате, но это вы уже сами для себя подробности решите, когда будете учиться. Помимо этого, вы сможете выбрать себе дополнительные дисциплины, какие-то вышкинские, например. Если вам этого захочется, это делается за дополнительную плату, дополнительный кредит. То есть все, что есть в вышке, оно будет в вашем доступе. Потому что вы ровно такие же полноправные студенты высшей школы экономики, как те, кто учится в офлайн. Разницы между вами никакой. Значит, готовим управленцев. Это я уже сказала. Либо людей с мышлением управленцев, если хотите. Кто-то, может быть, будет работать в консалтинге, а, соответственно, просто ему это добавит баллов. Вот. Это мы все с вами уже проговорили. Я иду впереди паровозы, но мне кажется, я вполне доступно и не очень быстро разговариваю. Ну, вот чем похвастаться, да. Вот наши студенты, например, даже с Байконура делают проекты, и их же там оттуда же и защищают. Вот у нас Ирочка предложена, одновременно учится в двух магистратурах. В этом году защищает ВКР. В чем ВКР, она пишет на очень любопытную тему. Она пишет ее на примере нашей магистратуры. Вот. И будет защищаться как раз именно по онлайн-продуктам, как их создавать, как их продвигать в образовательной среде. Потому что учится она в ТГУ. И одновременно с окончанием нашей магистратуры она там внедряет все те навыки, которые получает у нас. То есть параллельно человек уже использует то, что делает. Поэтому как бы сказать, что мы не соответствуем ожиданиям, это было бы неправильно. Вот. Карьерные перспективы. Ну, то, что мы для вас подобрали, можете посмотреть, собственно, зарплаты в этом секторе только растут. То есть если год назад у нас было ощущение, что коммуникационный рынок просел, и что сейчас, в общем-то, всем не до того, я вам могу сказать, что в этом году уже даже есть более актуальные цифры, и цифры растут. Ну, то есть коммуникационные специалисты, особенно с диджитал-навыками, а мы их даем, они очень сильно и высоко ценятся сейчас на рынке, и вакансии только прибывают. У нас есть для школы коммуникации чат вакансии, он, собственно, будет у вас в доступе, если вы к нам поступите, где мы постоянно выполняем список вакансий непосредственно от работодателей. Поэтому у вас будет еще такая опция, если вы захотите сменить свою работу. В общем-то, быть специалистом по коммуникациям, это престижно, и это высокооплачиваемо. Что у вас будет написано в дипломе? В чем чаще всего интересуются? Это магистр по направлению рекламы и связи с общественностью. Там не будет указано, что вы закончили программу онлайн, потому что наша программа очная. Вот, очная она не потому, что она очно преподается, а потому что тот объем знаний, которые мы даем, он соответствует всем стандартному очной магистратуре. Даже, скажем так, некоторых мы переплюнули по объему знаний, которые мы даем. Поэтому здесь никакой разницы нет по сравнению с уфлайном. Есть ли отсрочка от армии? Да. У нас есть отсрочка от армии, мы выдаем справки, все необходимые документы для военкомата вы получите. Обучение наше в этом году не изменилось. В соответствии с предыдущим, мы не поднимали стоимость. Стоит там 340 тысяч в год, и у нас предусмотрены скидки, о которых немножко вначале сказал Юля. Вот сейчас я, собственно, расскажу вам про портфолио. Значит, что нас интересует в портфолио, когда вы подаете документы. Нам важен ваш диплом. Это необходимая часть. Вы подаете нам копию документов. Вот, и если это диплом с отличием, то это 10 баллов. Мотивационное письмо, которое мы бы хотели понимать. Собственно, оно не должно быть большим, нам не надо писать сочинение. Вот, но в этом мотивационном письме мы хотели бы понять, зачем вы идете к нам на магистратуру, чего вы от нее ждете, и какую вы в связи с ней видите перспективу. То есть, в общем-то, рассказать немножко, чего вы ожидаете, и зачем вы к нам пришли. Резюме. Ничего сложного в резюме нет. Я думаю, что все уже умеют его писать, если кто-то не умеет. Все шаблоны как бы есть. Что HeadHunter, что еще. Просто пишите его аккуратно и желательно подробно. Потому что за него дается максимум 20 баллов. Это вполне себе ощутимый вес в портфолио. Что нам еще интересно? Нам интересны ваши личные навыки. То есть, если у вас есть документы о ДПО, о хождении курсов, прочих-прочих других, рекомендательные письма и профессиональные сертификаты, прикрепляйте их в портфолио. Хорошо как бы запомненные личные данные дают 25 баллов. Олимпиады, но только не детские, пожалуйста. Последние, особенно те, кто только заканчивал бакалавриат. Кто-то участвовал в вышке, я профессионал. Кто-то еще где-то. Это для нас актуально. И индивидуальные стипендии и гранты. Это такая интересная достаточно опция. Но несколько человек с этой опцией у нас есть. Это, собственно, как складываются баллы портфолио. Я думаю, что собрать такое портфолио как бы ничего страшного. Но минимум, который нам нужен, это копия диплома, мотивационное письмо и резюме. Все остальное на ваше усмотрение. Но вот эти как бы три позиции нам необходимы. Сроки приема. Мы принимаем документы до 16 сентября. И последняя оценка портфолио у нас 19 сентября. То есть как это все происходит? Вы идете в личный кабинет, регистрируетесь, подаете заявление на магистратуру. Дальше, соответственно, загружаете в него документы. И, соответственно, в рамках графика показов он есть на сайте приемной комиссии. В общем-то, это в конце каждого месяца происходит. Либо чаще, если у нас набирается. Мы оцениваем ваше портфолио. Баллы у вас появляются в личном кабинете. Как только появились баллы, мы вас всех оповещаем, что мы пришлем вам почту, которую вы предоставите. Мы пришлем вам результат. Скажем, какие у вас баллы, какие у вас скидки, и что вам делать дальше. По сути по своей у нас есть пошаговые инструкции, как дальше пройти, заключить договор. Все это мы вам вышлем. Либо я, либо менеджер программы Лариса Сергеевна Кустовиновая. Запомните для себя это имя. Если у вас появятся вопросы, мы на лендинге представлены. Там есть все наши данные. Соответственно, вы нам пишете, мы отвечаем достаточно оперативно. Либо в чат, который, собственно, вам будет показан в ближайшее время. Или он уже есть, чат абитуриентов, либо чат нашей программы, мы достаточно оперативно отвечаем. Собственно, на тему оперативности, ответов и поддержки этим тоже славится наша программа. Несмотря на то, что мы с вами сидим в онлайне, наша программа обладает практически круглосуточной технической поддержкой и методологической наших студентов. Мы никого не бросаем. У нас для этого есть специальный софт. Мы сидим в пачке. Все наши студенты в пачке. Все анонсы у нас там. Соответственно, все дисциплины вы будете видеть там. Ссылки на контрольные, тесты, нужные документы, комьюнити. Все у нас организовано таким образом, что мы практически все время с вами на связи. Мы видим все ваши траблы, все ваши вопросы, все ваши проблемы. Поэтому никто не брошен, все под присмотром. И достаточно оперативно мы на все это реагируем. Так что, в общем, с этим проблем нет. Ну, собственно, вы видите QR-код на личный кабинет. Значит, попроски. Самое приятное. На нашей программе в этом году еще остался такой полный сюрприз. Скидки у нас суммируются. Максимальная скидка у нас 25%. Но смотрите, если у вас, например, диплом с отличием, и вы попадаете в категорию, например, вот этих специальностей, ну, соответственно, наше там ресо, журналистика, дизайн и прочее, вот, то это уже 20%. Если вы рано поступаете и рано оплачиваете договор, то это 30%, соответственно, у вас будет 25% с учетом нашей максимальной скидки. Поэтому подумайте. Есть еще у нас такая волшебная штука, как тест Сергея Александровича Зверева. Он размещен на лендинге. За него тоже дают 10%. Вот, обратите на это внимание. За оплату договора юридическим лицом нас дается 20%. Вполне возможно, ваш работодатель захочет, как бы, заплатить за ваше обучение. Либо у вас есть ИП. Это тоже юридическое лицо. Соответственно, вы можете себе вот такую скидку получить. Ну, и, конечно, для выпускников вышки у нас особые привилегии. Вот, так что вот не теряйтесь. Все наши скидки есть в положении о скидках на лендинге. Обращайте на него внимание. И либо задавайте вопросы в чат. Значит, есть еще такая волшебная штука, которой в прошлом году уже очень многие воспользовались. Это образовательный кредит. Вот, соответственно, обратите внимание, потому что процентная ставка очень низкая. Вот, платите вы по окончании обучения стоимость этого кредита. Соответственно, на сегодняшний день это, я считаю, очень выгодное предложение. Поэтому можете его рассмотреть. Вот. Ну, собственно, всю официальную часть я рассказала. Соответственно, можете задать вопросы, которые вас интересуют. Либо по процессу обучения, либо подачи договоров, либо составлению платформы. Соответственно, давайте будем смотреть. В чате я вижу, вот, Екатерина уже отвечала на вопрос. В таком формате будут построены КР и ВКР. У нас нет курсовых работ. У вас идет проектная деятельность. Собственно, сама по себе стратегия. И будет вашей ВКР. Значит, ВКР состоит из двух частей. В принципе, у нас на лендинге есть материал, который для студентов. Там можно посмотреть методические рекомендации к выпускной квалификационной работе. Там же можно посмотреть программу практики для прошлого года, для прошлого набора. Вы сможете составить себе достаточно полное впечатление, как это будет выглядеть. ВКР у нас состоит из двух частей. Вы делаете итоговую презентацию по той стратегии, которую разработали, и пишете к ней обзорно-аналитическую справку, в которой, собственно, рассказываете, как вы это делали. Объем справки небольшой. Это 25-30 страниц. И где-то столько же у нас по объему уходит на презентацию. Вот из этих двух продуктов будет состоять ваша ВКР. Вы будете презентовать свою стратегию продвижения объекта. Достаточно большую, которую вы разработали за полтора года, которую вы условно схлопните до приемлемого формата, который будете представлять на ГЭКе. А справка будет пояснять, как, чего и почему вы делали и так далее. Курсовых у нас нет никаких. У нас есть контрольные работы. У нас есть промежуточная аттестация, которая ориентирована на тестах. И промежуточных контрольных, и итоговые контрольные по дисциплине. Оценка собирается по накопу, поэтому важно и тесты, и контрольные. Так, студенты. Да, наши студенты могут участвовать в конкурсе на программу мобильности на равных условиях с другими студентами. Вот в этом году у нас девочка поддавалась на мобильность в Болонию, но, к сожалению, не прошла по конкурсу, потому что оценки у нее по рейтингу не очень хороши. Для себя сразу можете ответить, что если говорить о программах мобильности, то есть очень важно, как вы учитесь. Это оценки, это рейтинг. Вышка смотрит на общий рейтинг. То есть одно дело рейтинг нашей программы, которую мы сами внутри для себя формируем, и другое совершенно – это общий вышкинский рейтинг. Поэтому учиться нужно хорошо и старательно, если вы хотите на программу мобильности. Вот в Болонии есть аналогичная программа, и наши дисциплины там почти совпали, могли быть зачтены, но девушка не прошла по конкурсу. У студентов программы ровно такие же. Да, у студентов программы ровно такие же права, как у любой другой программы. Более того, у вас будет студенческий билет, пропуск в вышку, в любой кампус, где бы вы ни находились, допуск в библиотеку и со всеми плюшками высшей школы экономики. Нет, наставников мы присылаем вам сами. Вы не выбираете их. Я вам могу сказать, каким образом примерно у нас распределяются наставники. У нас у наставников у всех немножко разный опыт, разный уклон. При этом даже бывают сквозные консультации. Например, у нас есть наставник Александр Смирнов, который возглавляет диджитал-агентство, и вопросы, которые связаны, например, с цифровой средой, питоном, цифровой аналитикой, ему можно задавать, несмотря на то, что он ведет другую группу. То есть у нас есть пересечение консультаций. Но мы группы сортируем немножко по профилю специализаций, которые смотрим в резюме. Почему нам важно ваше резюме и важно ваше мотивационное письмо? Мы примерно понимаем, в какой направленности ваше знание и, соответственно, какого наставника лучше вам подобрать, из какой области. Второе, как бы, это возрастные категории. Молодые студенты, скажем так, после бакалавриата только – это одна категория, а люди с опытом – это немножко другая категория. Ну, то есть чтобы не получилось так, что у нас разный возраст. Просто у нас реально с вами очень разный возраст студентов. Есть 22-23 года, а есть 45. Поэтому мы, соответственно, не рандомно распределяем студентов, а так, чтобы всем было более-менее комфортно и удобно. Вот. Если у вас нет опыта в коммуникациях, я еще раз повторюсь, то вы совершенно спокойно, ну, там, извините за сленг, въедете в то, что такое коммуникация, и вот абсолютно с нуля, что называется. Наша программа позволяет. Понимаете, как бы у нас была задача создать достаточно универсальную программу, то есть у нас есть люди, кто уже пришел с большим опытом, они говорят, ну, вот, нам бы хотелось чего-то там посложнее, посерьезнее, там, кому-то по питону, кому-то еще там как-то. И они добирают там вот эту часть, которая им не достает по сложности, они добирают ее за счет наставников, да, как бы за счет проектной деятельности. А есть те, кто, наоборот, ничего не понимает про коммуникации, и им кажется, что программа достаточно сложновата. Но в результате там к итогу первого года все втянулись, все въехали, ни у кого больше нет таких историй, поэтому программа сделана по среднему уровню. Ну, то есть как бы это не высшая планка, да, коммуникационной деятельности, и не низший уровень, это не бакалавриат. То есть, ну, тут нужно понимать. Вот, соответственно, вы пойдете по среднему уровню, и, соответственно, вот вполне себе втянетесь и разберетесь. Но еще раз говорю, у вас есть наставники, есть я, что с вами все время на связи, есть преподаватели, которые могут оказать дополнительную консультацию. То есть у нас как организованно вот проходит дисциплина, изучают, изучают дисциплины. Если появляются вопросы, что-то непонятно, тест не задался и прочее. У нас в пачке под каждой дисциплиной можно задать вопросы. То есть собираются пул вопросов. После этого мы общаемся с студентами, понимаем, что, наверное, нужен вебинар. То есть чего-то не поняли. Мы приглашаем обладателя, и он разбирает с вами вопросы, которые вы не поняли. То есть это нормальная практика, поэтому тут нечего опасаться, если вы пришли не из отрасли и не сможете чего-то понять с лету и сразу. Это нормально. Поэтому как бы здесь командных работ у нас нет, как таковых. Но некоторые наставники и сами студенты любят работать в группы. Ну, то есть вот они делают разные проекты, но при этом какие-то проблемы они обсуждают в группах. Это не совсем командная работа, но, в общем-то, отчасти это она. Но командной работы у нас нет. У нас каждый проект индивидуален, потому что потом вы с ним выходите на выпускную квалификационную работу. Вот. Вы будете... Ну, вы знаете, сейчас я не могу предсказать, насколько одинаковый возраст будет у всех студентов. Да, вот я говорю, он очень разнообразен. Но, в общем-то, мы будем подбирать близких по возрасту и опыту людей в одну группу. То есть мы не делаем это рандомно. То есть там пофамильно, по алфавиту, здесь человек туда-сюда, 50. Нет, мы так не делаем. Вот. Мы смотрим на опыт, мы смотрим на возраст, мы смотрим на пожелания, которые вы пишете в мотивационных письмах. То есть мы на это ориентируемся. Ничего, что я не зачитываю вопросы. Всем понятно, что я говорю, да? Если надо зачитывать, вы скажите, я зачитаю. Значит, по поводу скидок. Нет, 30% у вас не будет. Если вы вышка дизайна, впрочем, у вас будет 25%, насколько я понимаю, по положению. Это максимальная скидка. Вот. Скидка у нас ограничена 25%. Но скидка у нас на весь период обучения. Если вы уж не будете совсем прогуливать и не дойдете до минусовых значений в ваших оценках, то, в общем-то, скидки вас никто не лишит. Я на все вопросы ответила, которые видела в чате или кого-то пропустила. Махните рукой или что-то. Да, подайте голос. Вот. Есть еще вопросы? За что могут лишить скидки? За успеваемость. Если у вас будут прям вот, что называется, 2-3 дисциплины в минусе, и по ним будут пересдачи, за это могут лишить скидки. В положении все прописано, вы можете посмотреть. То есть ваша успеваемость – это как бы самое важное в данном случае. Предметы по выбору у нас идут только в модуле Магалеля. Те, кто в вышке, они знают, что это такое, а не в вышке. Объясню. Поэтому это два раза в год происходит кампания по выбору курсов. По выбору. На нашей программе вы должны будете выбрать себе дисциплин на 9 кредитов. Это либо одна дисциплина на 2 модуля, и, соответственно, еще одна на 3 кредита, либо вы выберете 3 дисциплины по 3 кредита. То есть если те, кто не в вышке, то кредитами у нас обозначаются оценки, которые вы заработаете за дисциплину. То есть если это одна модульная дисциплина, это 3 кредита, если двухмодульная, это 6 кредитов. Соответственно, мы предоставляем свой пул для наших студентов на выбор. Вы, собственно, его видели. Я сейчас покажу вам его еще раз. Так. Вот. Вот три дисциплины, которые мы даем на выбор. Сбор и анализ количественных данных – это, собственно, питон. Он длится 2 модуля, и это 6 кредитов. И 2 дисциплины по 3 кредита, соответственно, на выбор либо интернет-коммуникации в государственном секторе. Это дисциплина, подготовленная специалистами, она диалог. Кто работает в госсекторе, достаточно важная для них дисциплина, или кто хочет в этом разбираться. И достаточно интересная дисциплина с новой тематикой – этика применения данных. Вот. Это, собственно, то, за что сейчас все борются, бодаются. Нужно ли прятать данные, как их использовать этично и прочее, прочее. Вот такие три дисциплины мы даем на выбор, но вы не ограничены нашими дисциплинами. Но просто из практики могу сказать, что все, кто выбирал общие дисциплины из общего университетского пула, и кто не в Москве и не хочет ходить ногами в институт, все в результате предпочли наши дисциплины, потому что наш формат удобнее. Но все на ваш выбор. Еще есть вопросы? Я пока не вижу. Коллеги, я на все ваши вопросы ответила. Если да, я готова вас отпустить, чтобы не растекаться и не отнимать ни у кого лишнего времени. В любом случае, у вас есть чат абитуриентов. Мы все там, мы видим ваши вопросы и готовы на них отвечать. Как по административным вопросам, собственно, как податься, на какую кнопку нажать, как заключить договор, так и, собственно, содержательно. Нам можно задать любые вопросы. Есть? Сейчас, секунду. Если вы сейчас загрузили документы, у нас следующий показ, я вам сейчас скажу, просто из-за праздников он немножко сдвинулся. Это 28 мая. У вас будет результат. Ну, я думаю, что чуть раньше, потому что портфолио мы оцениваем и выставляем оценки в личном кабинете, вы их просто увидите. И, соответственно, ну, просто 28 мая у нас финальный этап окончания оценки портфолио. После этого у вас есть день на подачу эпиляции, мало ли что, а уже там, соответственно, там 30 мая уже официальные результаты приняты и все скидки нами согласованы, направлены в приемную комиссию. И где-то через день уже можно заключать договор. Ну, то есть примерно так. Вот. Справку из ВУЗа, да, можно загружать. Это нормально. Главное, не забыть его нам потом принести, потому что приказ о зачислении происходит только после того, как вы предоставили диплом. Ну, то есть у вас будет договор, все будет в порядке, вы сможете оплатить. Мы будем ждать вашего диплома и будем ждать приказ о зачислении. Приказ о зачислении тоже делается где-то раз в две недели, поэтому это не самая страшная история. Еще есть вопросы? Хорошо, коллеги. Тогда, собственно, да, закругляемся. Была рада со всеми пообщаться. Надеюсь, вам это было полезно. И, соответственно, ждем вас на программе. Всем спасибо. Гонючка наставили.